Среди достижений прошлого года глава города отметил завершение проекта «Тепло в детсады». Все здания детских садов оснащены альтернативной системой отопления от горячего водоснабжения. Этим вопросом заинтересовались и другие муниципалитеты области. Реализуется проект «Межшкольные стадионы». Один завершается в августе этого года, 16-й школа. Мы получили в согласительной комиссии, записывали о том, что сделать экспертизу с медной стоимостью стадиона школы номер 7. В этом году она будет сделана в третьем квартале. Вопрос с финансированием будут решать в конце этого года, в начале следующего. Дальше в планах реконструкция стадионов 12-й и 13-й школ. Идет работа над программами улучшения жилищных условий нуждающимся. За пять лет из очереди вышли более тысячи семей. Решается вопрос с выделением участков многодетным семьям. 71 участок на улице Нижегородская и 32 участка на улице Западной. Очередь на ИЖС 212 семей на 1.01.2019 по многодетным. Нужно сказать, что сложности и не только по Сарову, вернее, скорее всего, по Нижегородской области за весь период выдачи участков земельных под ИЖС для многодетных построено всего 1,6% индивидуальных жилых домов. Для постановки на очередь сейчас семьи должны соответствовать определенным критериям – быть малоимущими. И возникает вопрос, как малоимущий может построить индивидуальный жилой дом. Есть опыт Санкт-Петербурга, где участки компенсируют деньгами. Сейчас вопрос решается в правительстве Нижегородской области. Речь шла и о создании в Сарове регионального оператора. Вопрос обсуждается уже долгое время. Но серьезных успехов пока нет. Какой второй выход? Это переход МКД на спецсчета, которые, в принципе, принадлежат управляющей компании. Но дом может тратить, по договору с управляющей компанией, накопленные деньги туда, куда он хочет тратить. Сегодня в Сарове уже 30 таких домов. В своем отчете глава города рассказал о ситуации со здравоохранением. Проблемы те же – точность диагноза и нехватка кадров. Также Александр Тихонов рассказал о перспективах для ТАСЭР Сарова. Еще три предприятия рассматривают эту площадку для реализации своих проектов. Полностью отчет главы города доступен на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.